Здравствуйте, уважаемые друзья! При написании четвертой книги о всевозможных даббингах и приспособлениях в личной переписке я понял, что нужно сделать фильм, в котором мы сможем изготовить самое простейшее приспособление для того, чтобы мы могли изготовить любую практически даббинговую нить, хоть синель самую тонкую, хоть вот до таких, как продаются у нас, допустим, фирмы Хэнс, или же, допустим, у Романа Мозера и на проволоке, то есть на чем угодно. Они вот выглядят, все вот эти синели лонг, вот так, как вы видите, здесь оно эластичное, и достаточно хорошо себя зарекомендовало для изготовления всевозможных стримеров. Также мы можем изготовить вот все, что вы сами захотите, используя, допустим, только лишь нить, или же можно использовать проволоку. Я вот вам сейчас покажу, у меня есть всевозможные, вот такие разные по диаметру, которые я приобретал у нас на рынке. Это не хром для намотки спиралей и всевозможных электротехнических нагревательных элементов. Значит, давайте мы вернемся к нашей конструкции, которую мы будем изготавливать. Я периодически буду отключать и для фотографирования, для книги. Что нам нужно? Нам нужно, чтобы был у нас крючок и само приспособление какое-либо для того, чтобы мы могли прокручивать нашу нить, даббинговую ту петлю, которую мы с вами сделаем. Поэтому, недолго, допустим, порывшись, я нашел вот такой обрезок профиля для сборки гипсокартона. Он может быть любой, дверной, какой угодно, 80, сотка, 60. Вот в данный момент у меня не совсем подходящий, потому что при условии, когда я уже здесь вырезал для себя вот такие проемы, чтобы можно было потом только лишь нам вот здесь согнуть аккуратно и сложить, вы поняли принцип. Можно даже и в процессе фильма, это не так страшно. Сейчас мы возьмем любые подходящие плоскогубцы, которые имеются. Вот немножко не хватает ни длины, но не страшно. Немного подогнули, вот сколько нам необходимо до складывания. Все. Как вы видите, все, что нужно, мы отрезали. Остальное мы вот так складываем. У нас вот эта площадка и этот бортик является как бы упором, и дальше мы не можем глубже, дальше, ближе втянуть нашу конструкцию. Можно на деревянном бруске, на чем угодно. Я просто показываю это на той конструкции, которая, допустим, имеется у меня. Что нужно? Для начала болт я вот подобрал его с гайкой, совсем и с барашком, для удобства крепления моей проволоки. И нашел кусок вот такой хорошей столюки, проволоки, которая использовалась раньше в карнизе. Диаметр ее, сейчас мы давайте сразу и скажем. Диаметр ее, да, ребята, здесь 1,25. До 2 мм можно спокойно использовать. Нам необходимо вот здесь теперь сделать отверстие и завести наш крючочек с ручкой. Дальше мы уже, я буду показывать вам на готовой конструкции, что и как мы будем с вами делать. Неспешно подогнув, я собрал вот такую конструкцию. Значит, здесь, как кому будет удобно, хотите, можете потом подрезать, подровнять все эти грани, ну или же можно чем-то закрепить. Теперь, что основное. Для крепления болта, здесь вы для себя, если у вас имеется вот отверстие, которое я для себя здесь сохранил, можно его оставить. Нет, можно просверлить любое, которое, допустим, вам подойдет, другое отверстие. С одной стороны я вставляю, вы видите, вот болт. Взял гайку, которая несколько больше по диаметру. Она у меня будет, как своего рода, центрирующая стопорная шайба. Завели. И теперь вот гайкой окончательно уже закрепим жёстко-жёстко наш с вами болт. Что, допустим, можно здесь ещё предусмотреть. Если по каким-либо причинам вам вот, ну, неудобно, так как обычно это всё крепится, я специально для вас вот показал, как большинство делают. Я же это сделаю немножко наоборот, потому что так больше удобства. Я креплю болт на улицу. То есть он у меня будет идти снаружи. Здесь вы сами потом убедитесь, значительно больше свободы и больше удобств в работе. Можно его выше просверлить, ниже. Здесь для нас уже большой роли никакой не играет. Для начала я это всё вот подхватил. Потом можно жёстко, можно, как вам будет удобно, плоткогубцами, ключом, отверткой затянули. И я ставлю здесь барашек. Мне лично удобно, потому что не нужно искать ключ. Ключ, нет барашка, можете просто делать потом всевозможные витки. С этой стороны, как вы видите, я сделал отверстие. И теперь мы с вами должны что сделать? Провести вот нашу проволоку обыкновенным вот шилом. Я изготовил. Теперь смотрите. Как вы видите, вот у нас, допустим, ось моего крючка, который будет крутить и закручивать нитку. Он немножко не соответствует. Это не имеет в данный момент никакого значения, потому что нам главное, чтобы была хорошо и качественно закреплена наша или нитка, или, допустим, проволока, в зависимости от того, что мы будем делать. Я оставляю приблизительно длину порядка 2-3 сантиметров. Оставили. Дальше. Немножко выдвигаем для удобства работы. И под прямым углом, но я нашел вот такую шайбочку, маленькую, на всякий случай. И под прямым углом делаем с вами рычаг. Формируем. Сделали. Теперь смотрите. Как вы видите, если мы вот будем уже дальше работать, то наша шайба, если мы больше выгнем, вспомните фильм, где у меня приспособление, в котором я плету всевозможные металлические поводки. Можно навить здесь спиральку, как вам будет удобно. Что самое главное. Вот смотрите. У нас высота этого профиля, ну, немножко мало для ручки, чтобы можно было крутить. Ну, удобнее, конечно, будет потом поставить на край, и крутите, как вам удобно. Больше, меньше. Это уже не принципиально. Здесь также я изгибаю под прямым углом, чтобы у меня уже сохранилась моя ручка. И что касается уже шайбы, немножко надо будет потом ее подхватить, неважно. У нас получается вот уже готовая здесь ручка. Что мы делаем? Лишнее я откусываю, понятно, отпилить, откусить, это уже как кому удобно. То есть здесь я считаю, что эти 2-3 сантиметра, они для меня лишние. У нас с вами всегда остаются, ну, вот такие ампулки всевозможные, с которыми мы работаем. Можно подобрать по диаметру, для того, чтобы мы не травмировали руки проволокой. Есть, так, так, сейчас я быстренько хочу, найду, найду, нашел. Вот. Имеется вот, как вы видите, эта ампулка уже заходит сюда в идеале. Немножечко клея, и все хорошо. Теперь переходим дальше к основной конструкции. Вот. Нам, для того, чтобы мы могли аккуратно уложить наш материал, мы должны с вами иметь, ну, хотя бы бортик вровень или выше. Я не зря подготовил, как вы видите, обрезки вот пенопласта, или как у вас он может называться, пенополистирол, как угодно. И нам теперь только лишь остается, как я обычно всегда изготавливал. Беру неспешно, здесь закрепил мою проволоку. Она уже, как вы видите, никуда не денется. Беру теперь свободный... Ага, у меня здесь с отверстием выведем. Вот. На катушке. Закрепили. И по возможности я стараюсь много не оставлять лишнего. Вот у меня она уже лежит. Лежит уже сверху. Теперь остается мне только один конец захватить за крючок. Подвожу к моей петельке. Все. Вот я завел. У меня низ уже готов и лежит, ждет, что я здесь буду изготавливать. Ну, давайте испортим немножко меха-лисы, для того, чтобы... Вот у меня имеется вот такой всевозможный разный мех-лисы, чтобы мы могли кусочек проверить и с вами получить уже готовую конструкцию. Давайте сдвинем. Сейчас. я специально сделал небольшую паузу, если так будет видно. Вот у меня для разной транспортировки, когда приходят посылки, имеются всевозможные вот такие разные наборы пенопласта, для того, чтобы не травмировать оптику и все, что я часто высылаю, получаю. Значит, подложили, сделали любую площадку. Это я к тому, что мы можем изготовить это за 3-5-10 минут. Все зависит только лишь от вас. Берем. Вот я беру также вот мех с подшерстком. Если мне нужен мех более, допустим, рыхлый, или мы сейчас делаем, вот я его беру, укладываю и начинаю подравнивать. Я ничем не смазываю, не подмазываю, то есть он лежит. Чем удобно это приспособление? Тем, что мы спокойно с вами лежим, но единственное, конечно, это я буду сейчас разговаривать чуть потише, потому что под действием воздуха я могу все это сдуть. Опять, взял немножечко песца, уложили. Очень хорошо для щучьих стримеров. Опять возьмем, у меня имеется вот немного другой здесь песец. Возьмем опять здесь волокна для контраста. Можно в руке. Как вам будет удобно, потому что в дальнейшем все это вы поймете сами принципы. Он не имеет никакой здесь сложности. Здесь также можно, вот у меня имеются всевозможные вот такие вот даббинги, как в наборе, как вот допустим для нимф. Также вы можете использовать, добавлять перо. Ну вот все, все, что вот фантазия наша позволяет, мы все можем. кристалл флэш, который имеется, разный, плоский, круглый, крученный, очень удобно и очень-очень даже я доволен, но честно скажу, иногда для меня больше идет заморочка, когда мне необходимо это сделать, а времени на это нет. иногда я зачастую пользуюсь уже готовыми вот такими синелями. При условии, если это без спешки, не так, как я для фильма это хочу вам показать, это можно оккультурить и довести до абсолютного совершенства. Также вот я еще отрезал кусочек нашей лисы, положили. Теперь самое-самое здесь главное в нашей работе нам необходимо, чтобы в натяжку наша проволока, ну мы ничего здесь не мешаем, не мешаем ни первой, ни второй петле, вернее нитки, мы берем накрываем сверху, накрыли. У нас можем спокойно теперь дальше двигать, наклонять, как угодно. Я беру опять два-три оборота моей проволокой. Почему я поставил барашек? У меня допустим здесь длина разная, у вас может быть другая, короче, длиннее, поэтому, или нитка, поэтому через шайбу желательно вот все это потом подтянуть. Все, давайте теперь вот в присутствии нашей аудитории мы начнем с вами изготавливать. берем и начинаем крутить. Крутим, как вы видите, все у нас скручивается, натягивается наша нитка, вернее проволока, следим за тем, чтобы у нас не ослабло натяжение. определить допустим степень того хватит или нет мы можем спокойно уже по тому процессу, когда вот вы видите, уже здесь начинает сходиться наша петля, здесь камера сможет передать, здесь у нас уже закручена хорошо наша проволока. Все, вот смотрите, вот здесь уже все начинает подходить моя проволока. Я докрутил. Теперь, конечно, будут у нас небольшие расходы, но вот она у нас осталась. Я могу теперь спокойно, без всякого здесь отпускаю эту проволоку, как вы видите, мне никуда оно не девается, и раскручиваю ту, которую закрутил раньше. Здесь можно для удобства, чтобы вам не составляло большого труда, можно даже брать и спокойно или оставлять, потом снять отсюда с петли, или допустим у меня имеются бокорезы, как я иногда брал, я откусил здесь, видите, у меня все осталось на месте, никуда не делать, и откусил здесь, потом спокойненько беру и все это распутываю, вот у меня вышла вот такая веревочка, вы скажете, что здесь хорошего, хорошее здесь следующее, оно у меня может храниться в таком состоянии долго, не надо распушивать, или если вы хотите, можете, вот мы сдвинули, поставим сейчас небольшой груз, чтобы у у меня оно не утянулось, можно это не откусывать, как я сделал, а потом и я вот смотрите, беру и теперь уже начинаю расчесывать свою даббинговую эту нить, у меня идет хороший даббинг и коричневый, и черный, и серый, вот, как вы видите, абсолютно ничем вот не хуже, длина позволяет и спокойненько все вот это оставили, повесили, можно это все наклей понятное дело, что у меня здесь небольшая спешка, что-то так, что-то не так, вы уж извините, в домашних своих условиях вы уже не торопясь спокойненько это можете подготовить, оно все нормально потом вычесывается и я попробую вот показать с этой стороны, эта спираль сохраняется и здесь точно так же вот хорошо скручена проволока тоже держит почему я рекомендую вам использовать эту проволоку а не допустим там медную или специализированную которая используется допустим в изготовлении специальных вот таких синелей дело в том что это медная проволока тянется но потом она рвется это же выдерживает вот я уже по поводкам которых делал это 0.15 у меня катушка которую я делаю поводки то есть они выдерживают до 20-30 килограммов на разрыв поэтому крутить можно до бесконечности сколько вам будет удобно вот и все дорогие мои друзья поэтому что какие есть вопросы вы пишите я в процессе написания книги потом все вам расскажу и дополню синель можно изготавливать практически любую благодарю за внимание до скорых встреч